Ни днём не могут жить, ни ночью! Тик-так, тик-так, хорошие часы! Тик-так, тик-так, я сделаю в два счёта! Тик-так, тик-так, отличные часы! Тик-так, тик-так, уже почти готовы! Тик-так, 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 тик-так! Тик-так, 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 тик-так! Вот, вот они, ваши часы! Благодарю вас! Господин Годовский, вы настоящий часовых дел мастер. Что значит вот эти две кнопочки? Это какие-то особые функции? Да. Особые. Особые функции. Не трогайте их, пожалуйста. Они должны затвердеть до завтра. Затвердеть? Прошу вас, месье Брюни, не трогайте их. Иначе вы рискуете разрушить весь механизм. Конечно, конечно, господин Годовский. Я подожду до завтра с этими кнопками. Сколько я вам должен? Брюни, я не возьму с вас денег, потому что, насколько мне известно, вы друг или друг. Но я хотела бы отплатить вам за работу. Что ж. В таком случае... Услуга за услугами. Здесь есть небольшой тверд. Его нужно передать в университет мистеру Кларк. Вы знаете, где находится университет. Это здание напротив таверны. Как войдете несколько шагов направо, вторая дверь с левой стороны, там находится приемная ректор. Там будет сидеть месье Кью. Это бывший пират. Возможно, он остановит вас и спросит, от кого эта посылка, для кого... Вам нужно будет сказать, что посылка предназначается мистеру Кларку. И посылка эта от Поллайн. Хорошо, господин Готовский, я выполню вашу просьбу. Хотя она имеет ярко выраженный революционно-заговорческий душок. Так, господин Брюни, если вы не можете выполнить мою просьбу, вступайте по-добру, по-здорову. И оставьте сверток здесь. Я просто попросил вас о дружеской услуге. Не беспокойтесь, господин Готовский. Сверток будет передан лично в руки реактору Кларку. Сверток от так называемого месье Поллайн. Отлично. Брюни, помните, я рассчитываю на вас.